Статья 73. Условное осуждение. Если, назначив исправительные работы, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до 8 лет, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным. Условное осуждение не назначается осужденным за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста. Осужденным за преступление, предусмотренные, частями 1 и 2 статьи 205.1. Статью 205.2. Частью 2 статьи 205.4. Частями 1, 3 статьи 206. Частью 4 статьи 210. Статьями 210.1 и 360 настоящего кодекса. При совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение испытательного срока при условном осуждении, назначенном за совершение умышленного преступления, либо в течение неотбытой части наказания, назначенного за совершение умышленного преступления, при условно-досрочном освобождении. При опасном или особо опасном рецидиве. При назначении условного осуждения суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства. При назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. В случае назначения лишения свободы на срок до одного года или более мягкого вида наказания испытательный срок должен быть не менее 6 месяцев и не более 3 лет, а в случае назначения лишения свободы на срок свыше одного года, не менее 6 месяцев и не более 5 лет. Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора. В случае назначения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части условно-испытательный срок устанавливается в пределах оставшегося срока военной службы на день провозглашения приговора. При условном осуждении также могут быть назначены дополнительные виды наказаний. Суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья и исполнения определенных обязанностей, не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, Суд может возложить на условно осужденного исполнения и других обязанностей, способствующих его исправлению. Контроль за поведением условно осужденного осуществляется уполномоченным НАТО специализированным государственным органом, а в отношении военнослужащих – командованием воинских частей и учреждений. В течение испытательного срока суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности. Примечания. 4.135.240.241.242.1 и 242.2 настоящего кодекса, совершенные в отношении несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста. 6.137.241.2526.嬰. 16.3014.241.261.242.272.273.154.2526. 16.3014.242.273.244.273.164.266.464.266. hairs.